Мешает лично, нет? Лично? Да. В работе, да? В работе мешает? А как? Народ пугает, что ли? Да не в этом дело. В чем дело, представитель администрации торгового рынка Сирлитамака объяснить так и не смогла. Александр Данилов – инвалид первой группы, он незрячий. У мужчины есть музыкальное образование. Время от времени он выходит на улицы города и поет для людей. Для него это дополнительный заработок. Недавно один из его импровизированных концертов закончился конфликтом. Александр уверяет, что его попросили уйти. Она говорит, а не могли бы вы отсюда уйти? Я говорю, а почему? Ну вот, позвонила хозяйка Гузель, она сказала, что у вас тут происходит, по камерам все видно. Хозяин у нас в Москве, он такой злой. Он сказал, если я вас отсюда не выгоню, то меня уволят. К журналистам вышла представитель рынка, однако она с учившимся якобы не знала. Вы сейчас меня обвиняете в том, что я выгоняла и не делала? Мне так, что она ответила, что вы ей позвонили, сказали, что вы и я уходил. Но это сидел слов не с моих. Я их не придумал. Ясно. Продолжайте. В защиту Александра выступил другой незрячий юрист Блад Сафин. Он считает, что эта ситуация ни в коем случае не должна остаться незамеченной общественностью и особенно правоохранительными органами. Такие действия должны быть оценены с точки зрения Уголовного кодекса компетентными правоохранительными органами, которые с нашей точки зрения должны реагировать на такое. Вообще подобного рода поведение является крайне некультурным, невежливым и нечеловечным. После шумихи в СМИ с Александром связалась администрация Стерлитамака и пообещала помочь ему с трудоустройством. Ну а пока на жизнь мужчина зарабатывает сам, только уже в другом месте. От греха, то есть от торгового рынка. Подальше. Ильсияр Махединова, Тимур Давлетов. Вся Уфа.